Пушистого всем дня, вы на канале Фокстейл, и сегодня мы поговорим о Палвар, ведь разработка игры не стоит на месте, а постоянно движется вперед. И недавно Покетпэйр представили нам новый трейлер летнего обновления, давайте посмотрим его вместе. Первое, что бросается в глаза, это новая локация, японский сад с цветущей сакурой. Видимо нас ожидает новый остров, посвященный этой тематике. А затем появляются новые Палы. Лягушки, воинственно размахивающие ветками, птица, за ее спиной из земли вырываются каменные глыбы, так что это может быть земляной Пал. Затем следует Пал, похожий на Катрес, возможно это ее темная или огненная версия. А после появляется дракон с грибной шляпкой на голове, наверняка травяной Пал. А еще на фоне можно заметить очень много огромных грибов. Следом за Палами на экране появляются новые виды оружия. Это огнемет и лазерная винтовка. И тут же мы видим водную атаку лягушки. А еще обратите внимание на спину персонажа. Затем нам снова показывают всех новых Палов этого трейлера. И в конце мы вновь видим сад с цветущей сакурой и небольшой храм. А также на фоне появляется башня. А значит нам предстоит сразиться с новым боссом. Уже этим летом. Также напомню, что в этом обновлении нас ожидает ПВП арена. И обращу ваше внимание, что в трейлере нового режима тоже был новый Пал. Внешне он напоминает Фески. И скорее всего будет травяным созданием. Что ж, в свежем трейлере мы увидели много интересных новинок. Но в игровых файлах можно найти еще много любопытных существ. И для начала давайте найдем в этом списке Палов, которых только что видели. Кенда Фрок. Наверняка это забавная лягушка из ролика. Это водяной Пал. Также в списке есть некий Страус. Земляное существо. Еще в игровых файлах можно найти Фокс Мэйдж Дарк. Это Пал, сочетающий в себе две стихии. Тьму и Огонь. И остается Грибной Дракон. Это травяной Пал. Некоторых существ, которые на данный момент есть в игровых файлах, вы наверняка уже видели. Но также здесь довольно много Палов, о которых пока что практически нет информации. Среди них несколько драконов. Кошки, собаки, скорпионы, кролики, лошади, кенгуру, ящерицы, черепаха, голем, горилла и даже призраки, пришельцы и одна фея. Уже сейчас мы видим представителями, каких стихий будут эти Палы и какие у них будут навыки. Но обо всем остальном остается только фантазировать, исходя из их названий. Еще хочется обратить ваше внимание на одного дракона из этого списка. Изображение этого Пала было в официальном твиттере разработчиков. Его называют Гриллитом. Это огненно-темная версия Чиллита. На картинке они стоят рядышком, различаются только цветом. Так что когда-нибудь в игре появится второй очень милый Пал. Существ обсудили. А теперь давайте подумаем, где бы мог располагаться новый остров. На этом кадре вдалеке видно большое дерево и заснеженные горы. Полетав по карте, я нашла точку, из которой открывается такой же вид. В трейлере мы видели сад с сакурой и грибные болота. Так что в обновлении мы получим или один огромный остров, или сеть из нескольких небольших. И еще хочется отдельно сказать о лазерной винтовке из трейлера. На самом деле мы уже видели в игре такое оружие. У лаборантов отряда генетических исследований. Так что скоро сможем дать им сдачи их же оружием. Это были мои предположения по поводу предстоящего обновления. Свои мысли, как всегда, оставляйте в комментариях. Интересно будет почитать. Всем пока!